Добрый день, друзья! Рада встрече с вами! Готовим сегодня баклажаны. Очередной рецепт. Хотела сделать баклажаны по-грузински. Начала колоть орехи. Колола, колола, колола. Еле-еле 130 лям наколол. А по рецепту, по идее, нужно 250. Ну, я решила, так сказать, немножко изменить рецепт. Добавку сделала из плавленых сырков. Ну, это уже, может быть, даже нельзя назвать, что это баклажаны по-грузински. Это уже больше баклажаны по-гатнянски. Для приготовления блюда потребуется два средних баклажанчика. Они должны быть ровненькие, желательно не очень старые. В общем, берем два баклажана. Еще входит в состав рецепта луковица одна, желательно красная, два зубочка чеснока и пучок петрушки. Я взяла петрушку, но можно взять и кинзу. Это по желанию. Потребуются еще орехи, у меня здесь 130 грамм, кинза, это одна чайная ложка, хмели-сунели, приправа грузинская, тоже одна чайная ложка, паприка и острый перец свежий. Еще нужно будет чайную ложку винного уксуса. Баклажаны мы будем обжаривать на растительном масле. Ну и еще я для веса беру два маленьких сырка по 70 грамм. Нарезаем наши баклажаны. Вначале очищаем плодоножек. И режем вдоль на такие слайсы толщиной до сантиметра. Добавил сантиметра. Рецепт смотрите под видео. солим с двух сторон. Немного солим. Переворачиваем и опять солим. И складываем на тарелку. Орехи измельчаем до кружки. Посмотрите, баклажаны уже пустили такой вот сок. Мы их посолили и вот они такие влажные. Прямо течет с них. Ну еще пару минут и все. Режем лук и чеснок. Можно было бы конечно лук, зелень и чеснок измельчить в блендере. Ну вот я что-то пошла это все порубить ножом. Постарайтесь все это резать очень-очень мелко. Добавляем в блендере. Добавляем сюда клуб и чеснок. И готовим зелень. И опять же подчеркиваем делайте все чесноком. Чем помельче. Зелень добавляем к чесноку и луку. Мелко-мелко нарезаем перчик острый. Мелко-мелко нарезаем перчик острый. Мелко-мелко нарезаем перчик острый. Так и все. Теперь в емкость с орехами смолотыми я добавляю вот эту всю смесь лук, зелень, чеснок. И вымешиваем, добавляю еще винный уксус. Здесь чайная ложечка. Желательно, чтобы масса была пластичная. Но орешком у нас немножко маловато. Вымешиваем, вымешиваем и вымешиваем. Добавляем наши специи сюда, паприку, хмели-сунели ложечку и кинзу чайную ложку сухой молотой. Чтобы масса была более эластичной, можно добавить чуточку холодной кипяченой водички. чуть-чуть одну граммулечку бакона. Ну а теперь посолим их носу. и отверстия, кстати, дубка. Взлюка. Взлюка. Очень вкусно. Ну что ж, для веса добавим еще плавленый сырочек. Натру его на терке. Сыр натрем на мелкой терке. Добавляем к нашей смеси и опять вымешиваем. И опять же, хорошо-хорошо вымешиваем. Натрем еще один сырок. Вот получилась такая ореховая масса. Теперь уже пора посмотреть, что делают наши баклажанчики. Баклажаны выложим на бумажное полотенце и промокнем их еще и сверху. Уберем влагу. И теперь будем обжаривать до золотистого цвета на растительной массе. Пожалуйста. Все, промокнули. Они готовы к обжарке. Вот как должны выглядеть баклажанчики. Видите, они должны быть золотистые. Вот. И с одной, и с другой стороны. Обжаренные баклажаны выкладываем на тарелку. И даем тарелку с салфеткой бумажной. И даем маслу, которое в сковородке стечь. И так все баклажаны. Остывшие баклажаны мы намазываем нашей ореховой смесью. Вот где-то треть баклажанчика мы смазываем. И так густенько-густенько старайтесь намазывать. Чтобы начинки было вдоволь. Вот на треть баклажана. Все. Теперь мы делаем так. Два поворота. Раз. И два. И наш рулетик уже готов. Посмотрите. Вот такой рулетик получается. И так вот все кусочки баклажана проделаем ту же операцию. Друзья, вот такие рулетики.